здравствуйте друзья прочитал сегодня комментарий один на канале и удивился комментарий ну как немножко удивился в комментарии этот говорит так человек объясняет почему он смотрит какую-то такую но некоторую лживую вещь которая заранее сделана как лживая с целью привлечь вот людей которые хотят почитать всякой дряни про америку или посмотреть и начал объясняет он говорит так что понимаете год у вас как бы хороший канал но вы же чек заинтересованы в эмиграции поэтому вы все время приукрашиваете не могу ведь вам доверять приукрашиваете естественно образом поскольку заинтересованы в прибытии большего количества иммигрант поэтому вот я значит там вынужден ходить и всякую помойку собирать я хочу сказать первое если ты уже хочешь помойку собирать ну смотри первый канал чё тебя это самое самая лучшая помойка но но дело даже не вот то есть уже уже помойки не бывает следующий момент ну с чего так видео это мне захотелось вам договорить значит состоит в том что иммигрантов в америке хватает я хочу сказать что до того как возник youtube в иммиграцию в америку люди перли вы себе не представляете как вот посмотрите на меня и столько лет сколько я здесь живу вот там 28 скоро вот столько лет и иммигранты и легально нелегально через границу через мексику через все дыры и щели идут идут и идут едут летят летят плывут плывут как я не знаю что и сама мысль о том что вот я могу повлиять на то чтобы до скорой миграция вырастет это конечно большое доверие которое я к сожалению не могу оправдать потому что это за пределами моих возможностей то есть я могу рассказать об америке людям которые интересуются америкой и не на предмет того интересуется ехать мне туда или не ехать может мне иммигрировать а может не иммиграть нет ну конечно нет то есть есть люди которые хотят и планируют или что-то они начинают там собирать информацию они попадают на наш канал потому что они собирают информацию просто так там не попадешь и я соответственно вот вот с этой информации то есть я стою а они где-то движутся по жизни давайте я за ними не бегаю я не не говорю мужик ты там чё пьяный лежишь бросай это дело сейчас мы тебя вытрезвим давай в иммиграцию будешь у меня на тестера учиться это конечно очень очень сложный ход мысли такой на грани невероятного нет никакой необходимости агитировать людей за иммиграцию желающих эмигрировать в тысячи я не знаю но вряд ли миллионы в тысячи раз больше я не говорю там про занзибар но вот например наших соотечественников если так я уже по-русски рассказываю значит их в тысячи раз больше чем система позволяет им прибыть вы выбираете историю как поэтому столько народу хотят чтобы заподозрить меня в том что я как-то могу на это повлиять или я там как-то сильно заинтересован не было интернета была иммиграция хотя не было youtube была иммиграция все было вот без нас все все это было и тысячи лет еще не надо тысячи но сто лет назад было и 200 лет назад был поэтому такая история я я польщен друзья я польщен но чтобы так канал этот я напомню если кто-то не знает канал этот возник от того что лет там не помню 67 назад когда меня занесло на youtube по нет ну несколько было ситуации когда мне нужно было пойти и посмотреть как выходят в поиске видео которые я там ключевыми словами кодировал ссылки на эти видео были на форуме говорим про есть я снимал новичков которые приезжали вот так как я сейчас снимаю в аэропорту иногда когда я тоже снимал его и там вывешал поскольку там мы общались там это как бы свои ребята вот я так для хроники просто нужно была площадка где повесить я совершенно не занимался каналом как канал потом уже все равно вешаешь там ключевые слова какие-то начинаешь приделывать и вот когда уже ты приделал первое ключевое слово ты начинаешь смотреть что выходит в поиске и тут я смотрю такое выходит но вот как бы типично это сказать что выходило лучше как бы скажем так наименее оскорбительно это допустим хочешь попасть в америку там тире поступай в ракетные войска вот это это было самое безобидное остальное это была такая черно сотеная грязь мерзопакостная и не было блогеров там вот было может быть там но максимум человек 4 вот слорида ялта была там допустим хвостович был юра индиана ну буквально и вот там пяток может быть на всех и и я понял что ну надо что-то сказать но так нельзя вот и поэтому я начал вот все все это делать как бы целенаправленно глядя на то как они лгут и что они говорят какие темы затрагивать я начал на эти темы рассказывать как она есть там сколько народа пускают в комнату там когда снимаешь покупка оружия там еще четко я не помню были темы я там себе составил список два десятка темы и по ним рассказывал мне хватало народу и сейчас хватает так что вы можете сказать что я тем самым вот этими видео там как-то влияю на людей которые уже в америке которые там приезжают может быть учиться может быть и влияют день как бы но но я не делаю это для тех кто в америке я делаю как раз в основном для тех кто за пределами но во всяком случае повлиять на иммиграцию я не могу я почему рассказываю значит знаете человек грубо говоря не в контексте он не в контексте он он очень он понятия не имеет о чем о чем говорит но из-за этого он подозритель не понимая о чем речь он говорит этому я доверять не могу потому что он заинтересованный ангажированный или какой-то мотивированный и дальше он идет и хлебает из помойного ведра дай ему бог здоровья